Дорогие друзья, у нас сейчас время Торы, давайте мы помолимся перед ее комментарием. Дорогие друзья, у нас очень мало времени, поэтому я буду краток. Сегодня недельная глава Торы называется Итро, и эта глава Тора посвящена очень хорошему человеку. Плохих людей не бывает, есть только хорошие, правильно? Она написана в честь хорошего человека, имя ему Иофор, это тесть Моисея, тем более он тесть. А как вы знаете, да, тесть плохих не бывает, правильно? Ну, тем более, тем более тещ тоже. Все мы хорошие, все мы прекрасные. И вот краткое содержание этой главы, это книга «Шмот», то есть «Исход», 18 глава. И краткое содержание, в этой главе есть три важных события, очень важных и насыщенных. Это встреча Моисея с Иофором. Когда Иофор, он узнал о чудесах, которых, да, когда Бог вывел народ Израиля, он, конечно, встречается с Моисеем, узнав о этих чудесах, он с ним встречается. И тесть вносит очень важное в жизнь Моисея. Вы знаете, что Моисей, да, у него была огромная ноша. Вывести огромное количество народа и учить, наставлять. Вот. И когда он увидел, что он занимается это сам, ну, извините, одному человеку не под силу вести столько народа. И Иофор, он дает, да, как бы совет, чтобы он распределил начальников, да, 10 начальников, 100 начальников, которые бы судили небольшие дела, Моисей бы судил бы уже потом важные дела. И он говорит, да, найди людей способных, боящихся Бога. Я знаю, что у нас есть способные люди, правильно? У нас есть люди, я думаю, что все боятся Господа, правдивых и ненавидящих корысть. Если есть такие люди, то я думаю, что ваше время оно скоро тоже придет. И другое событие, очень важное, знаменательное событие, это встреча Бога с Моисеем и его народом. До этого Господь уже встречался с Моисеем в Терномом кусте, и он видел, но народ еще не видел Господа. И здесь важное событие. Бог, всемогущий Бог, Творец неба и земли, встречается со своим народом. И единственное, что требуется от народа, Бог говорит, чтобы он очистил свои одежды. Потому что через, на третий день Господь придет. И здесь очень важно, что единственное, что нас отделяет от Бога, не там, где мы родились. Не важно, в каком сословии, не важно, в какой нации, цвета кожи и цвета глаз. Единственное, что отделяет нас от Бога, это грех. И Господь говорит, чтобы они очистили свои одежды, потому что я хочу встретиться со своим народом. И третье важное событие, это Бог дает 10 заповедей, на которых строится весь закон и все моральные принципы. Это Божия Конституция. И я бы хотел прочитать, заострить внимание на одной важной детали. Для чего Бог собрал народ на горе? Я не думаю, что Он просто собрал для того, чтобы прогреметь, для того, чтобы народ увидел, какой Бог сильный, могущественный, великий, величественный. Там, в дым на горе взошел, и просто показать народу, и все, и уйти. Ну, у Бога был план. Я хочу прочитать, эта книга «Исход», 19 глава, с 3 стиха. Для чего Бог собрал свой народ? Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Мы видели, что Я сделал египтянам, как Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом и всех народов, ибо Моя вся земля. И вы будете у меня царствованием священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И цель была Бога. Важное событие происходило в жизни. И это важное событие называется «заветные отношения». Бог собрал свой народ, чтобы заключить с ними заветные отношения. И что такое завет? Все мы знаем, это договор. Но это не просто договор. Это договор с обязательствами. Это договор с ответственностью. И в одних переводах говорится, что завет – это какие-то узы, которые связывают с теми, кто заключил завет. И завет всегда делает человека ближе с тем, с кем он его связывает. И важное действие в завете – это верность. И это намного больше, чем просто быть в стороне. Это намного больше, чем просто наблюдать. Бог хочет заключить завет. И он заключал завет Исноем. Он заключил завет с Авраамом. Он заключил завет с Иаковом, который он назвал Израиль. Он заключил завет с Давидом. И он заключает завет со своим народом. Потому что завет он соединяет. Он делает одним целым. Он делает как семью. И вы знаете, интересно, что Бог, Он не сразу заключил завет с народом, Он водил их, Он показывал себя, Он вывел их из Египта, показал свою силу, Он провел через Черное море, Господь кормил их манной, Он показывал много чудес. Но пришло время, когда Бог хотел, чтобы народ не просто в стороне видел Бога, но чтобы он стал частью Божьего Завета. Так бывает и с нами, друзья. Мы, может быть, приходим к Богу, может быть, кто-то пришел недавно, может быть, кто-то ходит уже давно, и мы где-то смотрим, мы наблюдаем, мы видим какие-то чудеса. Да, Бог, как написано, что Бог, как на орлиных крыльях, Он носил людей, народ, да, и каждого из нас. Но приходит момент в жизни человека, важный момент, это судьбонесный момент, когда Бог, Он хочет заключить с каждым из нас завет. Он хочет стать, чтобы мы стали ближе к Богу. И это главное и важное событие, то, о чем здесь говорит Писание. Поэтому, если вы в Завете с Господом, идите за Ним, не останавливайтесь. Пусть Бог благословит вас, идти за Ним, проходить любые трудности, любые препятствия. Если вы не заключили с Господом в Завет, Господь Он ждет. Поэтому пусть Бог благословит вас, народ Божий, всегда быть с Ним в Завете. Потому что Бог желает общаться со своим народом, Он желает семьи. Божьих вам благословений! Аллилуйя! Аминь! Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в сотрудничестве с Орхомашех. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу Нами, ну и говорит, через три дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану. И когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Орхомашех, Бетель, у нас предсемха, у нас есть Ахава и Шуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Намина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Намина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан, со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку. Семья, Божья семья в этом году для каждого из нас.